Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Новая точка притяжения жителей и гостей города. В парке Молодежный после очередного этапа благоустройства появилось озеро, о восстановлении которого мечтали самарцы. Самарская область готова к выборам. К такому выводу пришли члены штаба по независимому общественному наблюдению. В регионе начал работу первый всероссийский форум «Вектор самарской науки». Он приурочен к 50-летию со дня образования Совета ректоров вузов Самарской области. Горки, лестницы, турники, качели гнезда, тренажеры. В Самаре появился еще один благоустроенный двор. Новую детскую площадку открыли в Октябрьском районе. Событие, которого ждали все лето. В центре озера, расположенного в парке Молодежный, забил фонтан с подсветкой. А напротив него появилась смотровая площадка. В парке Молодежный продолжается масштабная работа по благоустройству. Качество работы оценили губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Лена Лапушкина и районные власти. «Ну как вам парк? А вам как парк?» «Ой, отлично! Мы так любовались очень, очень довольны. Мы ждали его открытия. Очень!» Ну, уже когда в прошлом году первый этап сделали, уже, наверное, уверенность была внутренняя. «Да, начали, значит, отлично!» «Не бросаем!» Долгожданное событие не только для жителей промышленного района, но и всего города. Фонтан забил сегодня в центре обновленного озера в парке Молодежный. А напротив него появилась смотровая площадка. Любоваться фонтаном можно будет и в вечернее время. Он будет подсвечиваться. В парке Молодежный продолжается масштабная работа по благоустройству. Этот объект в третий раз стал одним из победителей всероссийского голосования, который проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году в парке оформили новую входную группу снова вокзальной. Тротуары, установили лавочки, две детские площадки, одну для малышей, вторую для подростков. В этом обустроили входную группу от улицы Воронежской до озера, которая тоже преобразилась. Качество работы оценили губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, районные власти. По словам местных жителей, приятно видеть, как город преображается и принимать в этом активное участие. Парк и раньше был любимым местом отдыха, а сейчас жители окрестных домов проводят здесь все свободное время. Ой, мне все очень понравилось. В самом начале, когда стали делать детскую площадку осенью, мы гуляли и были в диком восторге, как в Москве, как вот в Зарядье все. А когда сделали вот эту зону, мы прям каждый день ходим, любуемся, с ребенком очень удобно гулять. Просто такая красота и эстетически все красиво и очень удобно. На площадке все безопасно, все в эко-стиле, как сейчас это модно, все в тренде. Мне очень понравилось. Здесь сегодня на 15 этаже, мы вот в этом доме живем, выглянули в окно, фонтан включили. Мы минут 15 смотрели, любовались. Просто очень красиво. Всем спасибо, всем причастным. Воодушевившись переменами, жители и в этом году активно голосовали за преображение парка. И эта территория снова одержала победу в рейтинговом голосовании. А значит, в следующем году преображение продолжится. Появятся новые спортивные площадки, поле для мини-футбола и эко-зона. Виктория Шарая, Константин Головин, Николай Епифанов. События. На этой неделе в Самарской области пройдут выборы. 8, 9 и 10 сентября жителям региона предстоит избрать губернатора Самарской области. В отдельных муниципальных образованиях пройдут выборы депутатов представительной органы власти. О том, сколько независимых общественных наблюдателей можно будет увидеть на избирательных участках в дни голосования, и кто эти люди, узнала Галина Топилина. Самарская область готова к выборам. Об этом на заключительном заседании общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году сообщил его председатель Павел Покровский. Уже на этой неделе, 8, 9, 10 сентября, по всей области откроют свои двери для избирателей 1751 избирательный участок. Следить за законностью и прозрачностью всего электорального процесса на каждом участке будут независимые общественные наблюдатели. Прошли обучение и получили направление на избирательные участки около 2000 независимых наблюдателей. Эксперты наблюдают высокий интерес молодежи к общественному наблюдению в избирательной кампании 2023 года. И основной костяк – это студенты юридических специальностей. Эта деятельность по контролю за осуществлением избирательных процедур, а избирательные процедуры установлены законом, то очень важно, чтобы в ней участвовали именно юристы. И вот по тем эпизодам обучения, которые были, по тренингам, я вижу, что это в основном студенты юридических специальностей. И это очень хорошо, потому что они смогут обратить внимание на вопросы, которые вытекают именно из содержания закона. А мы заинтересованы, прежде всего, в законности выборов. И тогда они будут легитимными. Тогда цель наша общая будет достигнута. Наблюдать за избирательными процедурами в регионах будут и на федеральном уровне. Фото, видео, материалы с избирательных участков Самарской области будут размещаться на портале ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Мы работаем именно на одной волне с нашими федеральными коллегами и на форуме сообщества, который буквально несколько дней назад закончил свою работу на территории Самарской области. Мы и достигли соглашения о том, что они будут каждый день, пятница, суббота, воскресенье этой недели, с нами находиться на постоянной связи для того, чтобы мы понимали, как мы идем по отношению к другим субъектам. Это не соревнование, но мы должны, в принципе, осознавать, что Самарская область, она должна быть в передовиках по открытости, по прозрачности. В состав общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в этом году вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцу. Галина Топилина, Сергей Баскин, события. В преддверии выборов в Самарской области продолжается обучение для независимых общественных наблюдателей. В дни голосования ни один избирательный участок региона не останется без общественного внимания. Наблюдатели будут выполнять свою задачу не только в очном режиме, но и с помощью видеокамер. Подробнее в нашем сюжете. В Самарской области будут следить за законностью и прозрачностью электорального процесса с помощью камер. Круглосуточное видеонаблюдение организовано в 148 избирательных участках и на территории 47 территориальных избирательных комиссий. В помещении размещены по две камеры, таким образом, чтобы в поле зрения попадало все происходящее. Трансляция будет вестись в Центр общественного наблюдения, где будут следить за электоральным процессом независимые наблюдатели. О том, на что должны обращать внимание видеонаблюдатели и как себя вести в спорных ситуациях, эксперты в области избирательного права и процесса поделились с пришедшими на обучающий семинар по теме видеонаблюдения. У нас каждый отдельный видеонаблюдатель отвечает за каждый свой участок. Там также ведется отчетность, то есть он ведет отчетность, как он заходит на этот участок, с какого времени он начинает наблюдать. Когда он завершает наблюдение, были ли нарушения во время наблюдения за данным участком. Поэтому на каждом у нас участке расположены две камеры, которые захватывают именно все происходящее, что у нас на выборах происходит. Для студентов второго курса юридического института Самарского университета Артема и Ангелина это первые выборы. Ребятами движет научный интерес и желание увидеть избирательный процесс, о котором им рассказывали в стенах университета. Перейти от теории к практике. Пришел поучаствовать в выборах, побывать наблюдателем в этой роли, для того, чтобы больше разобраться, как у нас вообще устроен этот вопрос в области с выборами. Интересно всегда было, учимся на верфаке, поэтому близко достаточно эта тема. Нам много рассказывали, особенно о конституционном праве, как вообще это все происходит, как это организовывают. А теперь у нас есть возможность посмотреть на это вживую. Видеонаблюдение, присутствие на всех участках независимых общественных наблюдателей – все это позволит обеспечить прозрачность и соблюдение закона на предстоящих выборах. Избирательные участки в Самарской области откроются в 8.00.8 сентября. Общественное наблюдение будет осуществляться все три дня, до момента подсчета голосов и итогового заседания избирательной комиссии Самарской области. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». В связи с этим в историческом центре ограничили движение трамваев по улице Галактионовской в районе дома номер 95. То есть с утра понедельника текущей недели проезд запрещен от перекрестка с улицы Красноармейской. Трамвай пустили по улице Фрунзе. Ранее транспорт туда не ходил, так как проезд по Красноармейской через перекресток по прямому ходу от Самарской до Молотогвардейской был закрыт. Теперь же этот участок доступен как для автомобильного, так и для электротранспорта. По одной полосе автодороги работает в город и из города. Трамваи восьми маршрутов также едут в оба направления. В районе перекрестка у зоны метростроя не встречаются. При следовании транспорта из города приоритет, согласно светофору, дается трамваем. Напомним, что стрелочными переводами оборудовать восстановленные пути не понадобилось. С помощью крестовин трамваи легко смещаются в сторону, переходя на короткий участок встречного пути, а далее возвращаются на свою трассу. После завершения строительства первой ветки метрополитена подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции театральный интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропроток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит горожанам без пробок с комфортом добираться с окраин до центра Самары и обратно и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Все работы остаются под пристальным контролем и со стороны областного ведомства, и со стороны администрации Самары. Общественники также акцентируют внимание на том, что метро – очень удобный вид общественного транспорта. Новая станция позволит разгрузить дороги в городе, сократить пробки, а люди будут значительно быстрее добираться на работу или по другим своим делам и обратно домой. В станции метро в центре города, конечно, это возможность для жителей отдаленных районов, скажем, без мягких городок, попасть в культурный центр города, участвовать в его событиях. Обновить часть фасада и отремонтировать помещение. С такой просьбой к депутату Госдумы Александру Хинштейну обратились педагоги детской школы искусств номер 8 «Радуга». Год назад творческому коллективу были отданы два помещения на Куйбышеву 81. Школа искусств расположилась в доме купца Василия Шабаева. Одно из помещений отремонтировали практически сразу. Для обновления другого необходимы дополнительные средства. О вариантах решения. Репортаж Ольги Павловой. Это вот гончарные круги. Здесь ребята занимаются глиной, скульптурой, росписью. Директор школы искусств «Радуга» Елизавета Смаркалова показывает новое отремонтированное помещение, которое было отдано творческому коллективу год назад. Школа искусств расположилась на Куйбышеву 81 в бывшем доме купца Василия Шабаева. Здание является памятником архитектуры, долгое время пустовало и давно нуждалось в обновлении. С 1 июля 2022 года одну часть дома Шабаева, где сейчас организована мастерская ремесел, отремонтировали. Открытие состоялось в декабре. Здесь провели новогодние елки с мастер-классами по керамике. В перспективе восстановления второго помещения и ремонт фасада со стороны двора. Все, что мы можем сделать сами, мы делаем. Нам помогли спонсоры, спасибо им огромное. Но есть то, что для этого нужна специальная бригада и другие деньги. Поэтому мы обратились в просьбу помочь вот этот угол восстановить. И тогда мы сможем дальше продолжать уже с вами силу и делать уже дальше работы. Как отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, которому педагоги обратились за помощью, для начала необходимо провести проектные работы по восстановлению здания. Они укажут на источник частичного разрушения. В дальнейшем это поможет специалистам отремонтировать фасад правильно и в максимально короткие сроки. Вопрос о выделении средств на ремонт оставшихся учебных кабинетов также взят на контроль. В конечном итоге наша задача, чтобы полностью этот замечательный особняк не только снаружи преобразился, но и изменился изнутри. Здесь занимаются более 200 детей с самыми разными направлениями. И лепка, и рисование, и декоративно-прикладное искусство. И знаете, у меня как отцу двоих маленьких детей всегда это очень по сердцу. И я всегда с большой радостью вижу, как люди приобщают малышей к искусству и к прекрасному. В будущем после ремонта на первом этаже здания оборудуют концертный зал со сценой и роялем. Здесь будут проводиться мероприятия для детей, в том числе в рамках проекта «Детская филармония». На втором этаже планируют организовать занятия по изобразительному искусству, вокалу и игре на музыкальных инструментах. После обновления здания здесь могут обучаться до тысяч детей. Ольга Павлова, Петр Паломеев, События. Комфортное и многофункциональное. В дворе домов номер 283 и 283А по улице Новосадовая появилась новая детская площадка. Двор преобразился в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Там появились горки, лестницы, турники, качели гнезда, тренажеры. На праздничном открытии двора побывала наша съемочная группа. Жители окрестных домов в этом дворе по Новосадовой собирались и раньше. Вместе отмечали все праздники. Но территория со временем пришла в упадок. Активисты решили вдохнуть в нее вторую жизнь и принять участие в проекте формирования комфортной городской среды. Так во дворе появились новые качели гнезда, турники, лесенки, горки, волейбольная площадка, тротуарные дорожки. А по периметру отремонтированный внутри квартальный проезд. Очень важно, если особенно сравнить с тем, что здесь было, и не верится, что такое было здесь. Неорганизованный двор, отсутствие детских игровых площадок, не отвечающим никаким критериям безопасности. А самое главное – интересам детей, да и взрослых тоже. Когда меняется, так трансформируется двор в хорошем смысле за лето, достаточно оперативно, конечно же, это положительно сказывается на настроении людей. Больше всего жители мечтали о настоящей живой еле, и она теперь красуется в центре обновленной площадки. А значит, Новый год опять удастся отметить всем двором. Радуется местная активистка Ольга Храмова, которая и предложила соседям принять участие в проекте. Стало намного чище, намного лучше. Стало очень много детей у нас. И так было много всегда, и мы всегда сами проводили праздники. А сейчас, конечно, вокруг нашей елочки будет праздник всех дворов, потому что все дворы приходят к нам. Мы каждый год ставили по две елки в рост, чтобы она была большая. А так все, и были всегда Дед Мороз, Снегурочка. Таким образом, вот проводим несколько лет уже, проводим праздники во дворе, чтобы было всем весело. Жителям осталось только решить, как оформить газоны, посадить на них цветы, кустарники или деревья. Саженцами районной власти обещают помочь. Всего за это лето в Октябрьском районе Самары по проекту формирования комфортной городской среды комплексно отремонтировали три двора. Благоустройство дворов и общественных пространств – одно из приоритетных направлений в работе губернатора Дмитрия Азарова. Только по нацпроекту в этом году в Самаре обновили 51 двор. Губернаторский проект «Содействие» позволил благоустроить более 20 дворов. Виктория Шарая, Петр Паломеев. События. В Самаре начал работу первый всероссийский форум «Вектор самарской науки». Он приурочен к 50-летию со дня образования Совета ректоров вузов Самарской области. Первый день форума посвящен профориентации старшеклассников. Подробности у корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Десятиклассница Арина Алясина со своей будущей профессией определилась два года назад. Девушка хочет стать хирургом. Уже выбрала профессию, которую я хочу связать с своей жизнью. Это медицина. И учителя помогают, они направляют нас на верный путь и объясняют, как лучше нам узнать информацию, чтобы было в жизни легче. Сегодня в Самарском дворце спорта имени Высоцкого начал работу первый всероссийский форум высшего образования и науки «Вектор самарской науки». Более 800 старшеклассников пригласили на интерактивную выставку. Ее экспонаты – новые разработки 15 вузов губернии. Такое общение с студентами и преподавателями поможет определиться с будущей профессией. Вчера школьники сегодня делают такие вещи. И меня они поразили. Мне это очень приятно, что здесь это представлено. Так оно и должно быть. Вот сюда их на выставку надо везти. Не показывать, сука, машину, сука, что-то. А вот когда они увидят, что вот это сделал его, ну, можно сказать, вчерашний одноклассик, это впечатляет. В соответствии с принятым Самарской губернской думой законом об областном бюджете на отрасль образования в этом году предусмотрено порядка 48 миллиардов рублей. Вообще, Самара и регион Самарский – традиционно выдающийся центр высокотехнологичной деятельности. И не случайно Самара – город водовой доблести. Вот это все сохранилось. С российских форумов «Вектор Самарской науки» будет идти три дня. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Далее, коротко о других событиях дня. Минфин обсуждает изменения условий по ипотечному кредитованию с господдержкой, включая повышение первоначального взноса до 20%. Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее распространенная работает на территории всей страны. По ней можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома. По ставке не более 8% годовых. Максимальные размеры займов составляют 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 6 миллионов рублей в других регионах. В пятницу 8 сентября в Самаре распределят свободные места в детских садах на текущий учебный год. Об этом сообщили в городской администрации. Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения требуемых изменений. О предоставлении места для ребенка в детском саду родителям сообщат работники детсадов. Электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен», что можно отслеживать на портале образовательных услуг. Международный аэропорт Курумач за лето обслужил более 122 тысяч детей, что составило 11% от общего количества пассажиров, путешествовавших из Самары. По информации пресс-службы аэропорта, больше всего маленьких путешественников летали на отдых в Сочи. На этом направлении перевезено 25 тысяч детей. На втором месте аэропорта – Московского авиаузла. В столицу этим летом посетили 23 700 детей. Тройку наиболее востребованных среди юных путешественников направлений замыкает Санкт-Петербург. В северную столицу отправились почти 12 тысяч пассажиров в возрасте до 12 лет. Среди международных рейсов безусловным лидером стала Анталья. За лето на этом направлении было перевезено 23,5 тысяч детей. В Самаре под суд пойдет сотрудница почты, которая присваивала деньги пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД. В отдел полиции Ленинского района поступила информация о возможной причастности руководителя отделения связи к присвоению денежных средств, предназначенных для выплаты пенсии и денежных компенсаций. Полицейские установили, что исполняющая обязанности начальника отделения связи, заметив, что некоторые граждане в течение длительного времени не приходят за выплатами, начала присваивать их деньги. Ущерб составил более 108 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Центробанк показал новую 100-рублевую купюру. Банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На ее лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на которых художники зашифровали год выхода купюры. В обращении стрелки курантов показывают 20 часов 22 минуты. На оборотной стороне Ржевский мемориал, посвященный советскому солдату. В Центробанке заявили, что новая банкнота имеет усиленный защитный комплекс, аналогичный разработанному для 200-рублевой купюры. Отличить настоящие деньги от подделки можно, если рассмотреть их на просвет. На купюре виден водяной знак и защитная нить. Кроме того, банкнота содержит микроизображение и QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России. Самара присоединилась к всероссийскому марафону «Давай вступай», инициированному Федеральным медико-биологическим агентством. Он приурочен к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября. Подробнее в нашем сюжете. Алексей Гуньков – опытный донор крови. Также вступил в регистр доноров костного мозга. Зачастую этот биоматериал может и не потребоваться от донора. Но случилось, что недавно появился рецепент со схожим костным мозгом. Поэтому Алексей помог спасти жизнь пациенту. Сам он признается, что героем себя не чувствует, ведь от него многого не требовалось просто пройти несколько медицинских процедур. Я хочу это именно донести, что не то, что здесь есть какой-то героизм, есть какой-то страх. Это просто обычная процедура, обыденная. Да, она занимает просто длительное какое-то время. Вот в этом нет ничего такого. Поэтому людям надо приходить, сдавать, вступать в регистр. Вступать в реестр доноров костного мозга, чтобы однажды также спасти жизнь, предлагают жителям Самары. Город присоединился к марафону «Давай вступай». Для этого горожане от 18 до 45 лет без хронических болезней и других противопоказаний могут обратиться на станцию переливания крови, заполнить необходимые документы и потом ждать, когда появится пациент с похожим типом костного мозга. Почему мы обращаем большое внимание на то, чтобы именно доноры крови становились донорами костного мозга? Потому что они, скажем так, привычны к этой ситуации, привычны к тому, что нужно прийти, сдать кровь, при этом быть здоровым, вести здоровый образ жизни и, соответственно, ответственность за себя и желание помочь другому. И при донорстве костного мозга это еще, так сказать, больше. Так как хорошее здоровье и отсутствие вредных привычек – одни из главных требований к донорам, среди первых участников акции оказались сотрудники Росгвардии. Они по долгу службы следят за своим физическим здоровьем и не понаслышке знают, как цена человеческая жизнь. Кто, как сотрудники правоохранительных органов, понимают и осознают ценность человеческой жизни. Тем более по роду службы очень часто приходится нам сталкиваться с какими-то там бедами у людей. Мы не могли не откликнуться и не прийти на помощь. Самарская служба крови, начиная с 1997 года, ведет работу по формированию регистра потенциальных доноров костного мозга. Более 2100 человек уже выразили свое согласие на типирование и вступление в регистр. В основном все они на момент вступления уже являлись донорами крови или ее компонентов. За все время работы состоялась пересадка костного мозга пациентам от шести самарских доноров. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. В Самаре вручили служебные удостоверения и табельное оружие молодым сотрудникам ОВД, окончившим в этом году образовательным учреждением ВД России. Церемония прошла в Музее истории органов внутренних дел региона. Юноши и девушек поздравил начальник главного управления ВД России по Самарской области Игорь Иванов и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск ГУМ ВД России Владимир Глухов. Начальник главка вручил молодым офицерам их первые служебные удостоверения и пожелал успехов, напомнив, что к сотрудникам правоохранительных органов повышенное внимание и на них возлагается ответственность за добросовестное исполнение служебного долга. Коллектив принял, это зависит от всей души успехов, что у вас коллектив принял, это зависит в том числе и от вас. Вы учились уже, знаете, что такое в коллективе, не так все это просто. Надеюсь, что у вас все получится, побыстрее почувствуйте себя полноправными членами хорошей семьи, хорошей полицейской команды. В одной из школ Самарского района областного центра прошел урок о главном. Пообщаться со старшеклассниками из Москвы приехал генерал-полковник Георгий Шпак. С февраля этого года школьный отряд юноармейцев носит имя его сына, погибшего при выполнении боевой задачи на Северном Кавказе. Подробности в репортаже Светланы Тимофеевой. Генерал-полковник Георгий Шпак специально приехал из Москвы, чтобы встретиться с юноармейцами Самарской школы номер 63. 22 февраля 2023 года отряд стал носить имя его сына Олега Шпака. В 1925 году парашютный десантный полк, где служил Олег, отправили на Северный Кавказ выполнять боевые задачи. В то время его отец был начальником штаба военного округа, который дислоцировался в Самаре. И он мне позвонил и сказал, папа, если ты посмеешь сделать все, чтобы меня туда не пустили, то я украду автомат и сам сбегу. То есть совершу воинское преступление. Я говорю, Олег, я никогда не делал плохие дела. И если прикажут, тогда ты пойдешь туда, куда скажет руководство. Гвардия лейтенанта погиб на Северном Кавказе во время переправы через реку Аргун. Его БРДМ подорвался на мине во время сопровождения гражданских машин. Представители Совета ветеранов воздушно-десантных войск предложили отряду юно-армейцев 63-й школы носить имя Олега Шпака. Ветераны воздушно-десантных войск подарили им форму. Не просто юно-армейскую форму, а именно форму воздушных десантников. Со знаками отличия, с настоящими. И когда они принимали участие в параде победы, для нас это было очень знаково. Они шли в этой форме. Они шли с флагом, на котором отряд носит имя Олега Георгиевича Шпака. То есть для них это очень важно. Практически в каждой школе Самарского района созданы отряды юно-армейцев. В течение всего учебного года они участвуют во всех патриотических акциях. Это очень важно и нужно в настоящее время для того, чтобы и патриотическое воспитание у детей, и история Родины, и все то важное и нужное, что можно впитать из истории, чтобы дети знали, и чтобы они принесли это через всю свою жизнь. Теперь в школьном календаре памятных дат прибавились еще две. 29 марта – день памяти Олега Шпака. И 4 сентября – день его рождения. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В рамках празднования Дня города муниципальные и государственные музеи Самары организуют свободный вход на постоянные экспозиции, а также специальные мероприятия. 9 сентября Самарский литературный музей проведет пешеходную экскурсию «История одной мелодии» на сопках Маньчжури. Детская картинная галерея «Особняк Клотта» подготовили сразу несколько увлекательных событий. 9 сентября авторская экскурсия «Особняк Клотта» 10-го. Бесплатные экскурсии по выставкам «Пре-синема» и «Премьера». Бесплатным в выходные будет вход в музей «Самара космическая» Эльдара Рязанова и музей истории города имени Челышова. Режим работы и предварительная запись на экскурсии доступны в группах учреждений в социальных сетях, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести дворянской». В парке Гагарина заработал бесплатный питьевой фонтанчик на аллее недалеко от главного входа, рядом с мостиком через канал. Парк расположен в географическом центре Самары. На сегодняшний день это самый посещаемый парк города. С помощью нового фонтанчика весь сентябрь можно будет попить воды или набрать в бутылочку, прогуливаясь по парку, сообщает Департамент городского хозяйства и экологии. В Кировском районе в обновленном дворе по адресу металлистов 72А состоялся праздник двора. Волонтеры проводили для местных жителей интерактивные игры. Творческие коллективы пели веселые песни, танцевали. Все гости праздника участвовали в конкурсах и развлекательной программе. Юных гостей праздника наградили подарками. Во дворе в этом году отремонтировали проезды, тротуары, парковку. Всего в этом году в районе благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова приводят в порядок 6 дворов района по федеральной программе. И еще 5 заявок жителей реализуют по губернаторскому проекту содействие, пишет телеграм-канал Кировского района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»